Привет, это Ребуар! Ну, с Индука вышел новый видосян, и что-то в последнее время он их начал прям выпускать очень часто, и я этому очень рад, если честно. Ролик называется «Скибеди туалеты и унитазная революция кинематографа». Да, с Индука уже «Скибеди туалеты»-то катились, капец. И все, все про них знают, все про них рассказывают, но это на самом деле прикольненько. Вот, и вы меня часто просите записать новые серии, реакцию на новые серии «Скибеди туалеты». Обязательно будет, как выйдет следующий сезон. Короче, два сезона в одном ролике я запишу. Так что ждите. Вот, ну теперь давайте посмотрим ролик с Индука, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Кажется, я уже видел нечто подобное. Не совсем. У этого есть приборчик, который я добавил. Это мое изобретение. Шикарное изобретение. Прикиньте, вы срёте, и какая-то херня влазит тебе. И прям... Скибеди туалетный фольклор, и сфорно стал главным трендом этого года. Он засорил все видеоплощадки, и даже сейчас, спустя месяцы, не намерен сливаться, как любой быстро порчащийся меф. Я ка дариму чуйду. У этих видосов неимоверные рейтинги, ломающие... Там капец, какие просмотры. По 50 миллионов, наверное, практически у каждой карьеры. Особенно на карьере автор идеи Лёши Герасимова. Этим летом в США... Я узнал его имя. На поющие санузлы смотрели даже чаще, чем на мистера Биста. 200 тысяч тонн тратима. И ни для кого не секрет, что такие цифры могут принести только они. Мальцы, воспитанные планшет. Ну, естественно, кто же ещё... Нифига себе, прикиньте, человек, чувак мелкий такой, а кружился планшетами такой, и все везде скибеди туалеты. Какая какафония там будет играть? Многим это феноменальная детская любовь к криповым девочкам в диковинку. А самые тревожные вовсе призывают беречь детей от новой интернет-напасти, ведь... Беречь, что случится? Пересмотрев скибеди, ребёнок сам начинает скибедеть и... Пацан превратился в туалет. Вообще постепенно мутирует в унитаз. Такой феномен даже обозвали скибеди туалетным синдромом. Очевидно, что мамы... О, господи, блять, зачем это петь? Батьками и сами угорают над этим. Кто не представлял себя в детстве в роли Человека-паука, космонавта или динозавра? Но... Но не скибеди туалетом же! Прости, до роли Сортира звучит куда реалистичнее. По крайней мере, можно будет наконец заменить Моргенштернов на детских утренниках. Торговые точки в переходах метро и маркетплейсы выносят хаги-ваги на свалку за... Подожди, даже есть уже игрушки по скибеди туалетам, чё? Чтобы освободить место и деньги для следующей сшитой наспех хайповой забавы. Камеры Челов, теле Челов и унитазных... А, фу, какая мерзость! Ладно, если камеры Челов и тело Челов были норм, то вот это что за упоротность? Детских кошмаров, что ещё сильнее приводит родителей в недоумение. Эта чёрня даже станцует! А, это было, наверное, грунтом каким-нибудь когда-нибудь, и сделали из него... Блять, какая твардительная тяга. Ребёнку скибеди туалет понравился. Ушастый мужик, вылезающий с туалета. Мягонькие нитки не торчат. Игрушка хороша для профилактики запоров. Блять, да, если эту херню не увидишь, то ты его посрёшь с ямом. Это вообще непонятные игрушки, но тем не менее, ребёнок довольный. Ребёнок очень доволен! Но я это не понимаю, скибеди какие-то... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я тоже, когда услышал про скибеди туалеты, подумал про эту песню. И всё же, как человечество оказалось в этой точке? Всего каких-то 60-80 лет назад невозможно было представить детей, играющих с тем... Капец, даже фигурки есть. К чему их невозможно приучить. Более того, туалеты вообще нельзя было увидеть на экранах, они были под табу. В старом кино найти фаянсовый трон в ванной комнате сложнее, чем рекламу сигарет в мультфильмах той же эпохи. Серьёзно, прикол? Тогда прадеду Кермита даже позволялось угрожать зрителю смертью, если тот не купит его растворимый кофе. Что-то как-то слишком страшно, мне кажется. Вот это реклама! Показать унитаз на экране ни-ни. В годы формирования киноиндустрии простое бытовое приспособление на экранах было под запретом. И это не шутка. В этом ролике... Это очень странно, на самом деле. Таким, мы разберём, что связывает туалет с другими табу тех лет, и кто расширил горизонты дозвольного, показав нам первый туалетный смыв. Что-то, по-моему, скибеди он здесь приплёл. Только для того, чтобы про туалеты рассказать. Сейн Дук рассказывает про туалеты. Как почуявшие запах свободы киношники воспользовались этим, и каким культовым унитазным киносценам это привело? Не заваривайте чаёк и не запасайтесь вкусняхами, ведь сегодня мы с головой окунёмся в историю унитаза в поп-культуре. От того, что нельзя называть вслух, до скибеди туалетов, поработивших поколение Альфа. Давай, где деньги, говнёв? Они где-то там, внизу. Дай-ка ещё раз отгляну. Блядь, надо посмотреть всё-таки наконец этот фильм уже. Можешь не глядеть, ведь деньги с китайской прядочной сыпой. Треть Париж. Первый унитаз в знакомом нам виде появился в 1883-м. Не так давно, когда? Именно за 12 лет до того, как он понадобился зрителям первой страшилки от братьев Люмьер в Париже. Испугались? Обоснулась. Модель туалета называлась Юнитаз. Еди... Унитаз? ...именно этот бренд и стал в итоге нарицательным, так что никакой это не универсальный таз, а еди... Это так же как серов. ...динство. И не потому, что человек с ним уединялся, а потому что патент вобрал в себя все наработки и лучшие решения предшественников. Некий рекламный ход, невероятный 4 в 1. И смыв, и бачок, и стульчак. А чё, а всё обычно было, типа, разное? Трансформер, виртуаленбик. И сифон. Сифон. Эдакий... И борода. ...айфон от мира сантехники. Ненопленка оказалась чуть легче фаянса и вырытой под канализацией почвы, отчего распространилась по миру намного быстрее. Так что в немых фильмах до конца 1920-х отыскать сверкающего белого друга было, в принципе, невозможно. Просто потому, что они ещё не были всемирной жизой, да и культурный контекст не позволял... А, из-за этого я думал, потому что, типа, ну его нафиг сочин грязно такое... Фу, как не культурно. Дурно, да? Звезда той эпохи, маэстро в физической комедии и практических эффектов Бастер Китон выжимал весь комедийный потенциал из простых окружающих нас предметов. Уже так... А кто ли? Он додумался проломить четвёртую стену, креативно обыграв цензуру с принятием ванны, а вот иди... Это прикольно было. ...санитазом, как не было, будто бы туалетов не существует. Где он? Взять на... Ой, я хочу в него заместить. Не мой немецкий фильм «Последний человек». Весь трагический сюжет здесь построен на том, что старенького портье понижают до должности туалетного дежурного в отеле. Герой буквально... А туалета нет. Живёт, ест и спит в этой комнате, но вместо того, чтобы показать его унижение через грязный стульчак, нам показывают, как он натирает чистый пол и подаёт полотенчики постояльцам. И всё. Вот сейчас бы он поработал в туалете, был бы гораздо хуже. Почему я работаю? Либо туалеты тогда ещё не стали достаточно общественными в современном понимании, либо киношники просто стеснялись. В последнее поверить трудно, ведь параллельно с эволюцией звукового кино в США и Западной Европе настали ревущие 20-е, сытый послевоенный период радикального прогресса. Люди получили больше прав, арт-деко, бродвей, фокстрот, роскошь, гангстеры вели свои тёмные делишки, а сухой закон лишь разжигал нетлеющее желание согреться самопальным горючим. И на фоне этой бодрости классическое чёрно-белое кино вдруг путает все берега и наконец... О, смотри, толчок! Наконец-то! Наконец-то! На третьем плане в толпе 28-го года. В толпе. Толпа из двух человек, и там унитазы топчат. Бунтарский дух продолжает рвать шаблоны в комедийном фарсе, сходя с ума 30-го, когда герой пытается обмануть врачей смывом невидимого туалета. А чё смывается из туалета? Как живой, но не живой! Мульты тех лет тоже не назовёшь беззубами. Кот Феликс бухал как не в себя, Бетти Буб просто существовала, а танцующая ванна из весёлых мелодий подплясывала к спрятанному за кадром товарищу унитазу. Какого хрена? И вообще тырила у него туалетку. Это уже какая-то вседозвольность на грани сатани... Что? Твоя, блядь, танцующая ванна! Я всё видел, но этого не видел. Так подумали и шишки Голливуда. Дело в том, что возрастной системы рейтинга тогда ещё не придумали, и ходить на такое безобразие можно было хоть всей семьёй, что не по-христиански, а культурообразующую мощь кино осознали поздновато и прибегли к резким мерам, опасаясь за то, что правительство вот-вот закрутит... Вот это, конечно, огромная там, блин, камера. Гайки Голливуд сам схватился за ключ. За основу взяли кодекс Хейса, призванный искоренить всю киноаморальщину, по мнению католической церкви. На сервере запрещено. Мат в любом проявлении. Мат в любом проявлении. С советским содержанием всё это карается баном. С 34... Ты, блядь, музыка такая ещё странная. С 4-го года кино, а потом и телеиндустрию, несколько десятилетий опекал строгий католический батя, который запрещал целоваться дольше трёх секунд. Серьёзно? Какая слуха? Их, контора по занудству фору всем другим даёт. Ты пошутишь о поносе, а она войско зовёт. Хочу... Ребёнок даже знает то, что... Э, Скибиди, туалет! Несколько поколений росло на фильмах и сериалах, вынужденных соблюдать постные законы кодекса и требования федеральной комиссии по связи. Воспрещался любой намёк на наготу, насилие и сквернословие. Сатана и прок... Это же сколько какая-то, блин, что они там смотрели? Ляди туда же. Понятно, что в такой обстановке о Скибиди и даже простых туалетах и речи не могло... Да. Тогда как бы ещё и Гаррис Мода не было. Причём буквально. В правилах не прописано, но от греха подальше не произносили даже само слово, а вместо используя... Я пошёл посрать. ...эльфемизм припудрить носик. Глядите, как Джерри краснеет от стеснения, выползая из мистической комнаты под названием Марафеточная. Серьёзно, блядь, так это называлось? Ой, ты такой импортный. Первым унитаз на телевидении осмелился показать ситком «Предоставьте это Биверу». 57-й год. Их премьерный эпизод тут же перенесли и заставили всё переснимать, а в кадре остался лишь бачок, в который дети спрятали аллигатора. Ну зачем ты? Зачем ты туда полез? Кстати, именно с этим белым пацанёнком Бивером в восьмой миле сравнивали персонажа Эминема. Со строгим кодексом пытались бороться, но чтобы расшатать его, нужна была кинофигура помассивнее. «Человек-звезда», ради фильмов которого люди выстраивались бы в километровые очереди. Мне только что удалось заполучить лекарство бессонницы. Оно выпускается в виде капсул. Ну я осуждаю. Хичко, когда обменько вертел кодекс на своей киноплёнке. Трёхсекундные поцелуи, а что насчёт нескольких поцелуев подряд? Запрещены намёки на... Несколько трёхсекундных поцелуев, да? Секс делаем в конце фильма метафорическую вставку. Роджи, это глупо. Я знаю, но я сентиментарный. И вот, когда Хичкок набрал критическую массу, он выпустил шедевр, который перемалывал не только чуть ли не каждый пункт кодекса, но и самого зрителя. Психологически. Да я орел так. Хичкок переизобрел хоррор. Если ранее западная публика видела монстров в мумиях и дракулах, коммунистах и пришельцах, то в психо они открыли чудовище в самих себе и таких же, казалось бы, простых людях. Забавно, что именно такого масштаба дискурс потребовался для долгожданной демонстрации в кадре полноценного сортира со смывом, куда главная... Капец, такое 50 сентября. ...сераянья сливала улики своего грехопадения. Еееее, она смыла в толчок! Бумажки? И не те, о которых вы подумали. Вскоре ее жесточайшим образом зарежут в душе, где кодекс хитро обходится мастерским монтажом. Вся запрещенка происходит в голове зрителя, что придает ей больший вес. Технически, дама в кадре не полая и нож ее не касается, но ты все равно это дорисовываешь и чувствуешь... Я ей, кстати, одной каплики крови... ...насчет смены множества кадров, музыки, и ракурсов. В конце убийца вроде бы пойман, как и полагается по кодексу, но он так просверливает душу зрителя в... Обязательно должен быть пойман? Глядом, будто зная, что ему уже удалось сбежать... ...к вам в подкорку. Мне показалось, что там зубы прослеживали. Да. В общем, гениальная игра. Вскоре после массовой культурно-шоковой терапии кодекс начал постепенно отмирать. Еще рано было звать всю семью обалдевать от разложения туалетной втулки в первом ряду, но появилась классификация, что делило контент. О, это где-то в 50-х, 60-х, да, в конце был? На детский... В конце 50-х, начало 60-х, да? ...и и взрослый. А значит, сценаристы и режиссеры могли сочинять, как обыгрывать столь повседнев... Ну, блядь, туалет-то можно и в детских показывать, камон, срут все! ...но новый и диковинный предмет, как унитаз. Отныне туалет стал нестандартной локацией, внутри которой активизируются совсем иные законы мира и кино. Я бы вот в таком вот не смог... ...сев на белый трон, любой властный король, что одним лишь жестом вершил судьбами, в мгновение оказывается простым смертным. Ну да. Правило третье. Осторожно в туалетах. Это что за фигня? Впрочем, есть персонажи настолько имбалансные и всевышние, что даже со спущенными... Это, 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 это Фарго, сериал. Я смотрел только на сериале. Местанами остаются выигрыши, тем самым высмеивая оппонента. Ты чего? Я скаткаю в туалете! Неловкость стала рычагом давления, и этими перепадами контроля можно было жонглировать для комического фигня. Это мы недавно смотрели в ВКС, это запись, посмотрите. Я совсем по-твоему, дебил? Конечно, с туалетами аналогичными вещами стало проще шутить. Начались эксперименты с тем, как далеко можно зайти с туалетным юмором, не вызвав рвотный рефлекс зрителя. Ой, не, не, только не надо, слишком много туалетного юмора. Шутили тонко, как мистер Бин, что случайно застрял рукой в заднем кармане зеваки. И жирно. Очень, очень жирно. Туалетный коктейль чудаков 3D так и вовсе хотел соматеризоваться в 4D с эффектом... Какая мерзость! ...в этом присутствии на весь зал. Вы не скажете, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо. Ха-ха-ха, я помню эту стену. Аналоги унитазов в разных сеттингах теперь также требовали проработки. Японские гениальные сортиры, самая распространенная шутка о непринятии новых технологий на эту тему, которая до сих пор не устаревает. Что-то жужжит густав и движение тут какое-то есть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Инструкцию к пользованию ватер-клозетом из космической Одиссеи, туалет и тачек, или, если начать уж говорить об играх, унитаз из Death Stranding, что крафтит оскалочные гранаты из ваших анализов. О! Гениально. При этом пришельцы из далекого космоса сами не всегда в курсе, для чего человеку это занятная приблуда с дырой. Иногда нужник сам по себе оказывается порталом в иной мир или тайным проходом. Уху-ху-ху-ху! Посмотрели сюда. Пожалуй, триповое путешествие по худшему сортиру в Шотландии одна из самых мерзких культовых сцен кино. Это откуда вообще было, что за говно? В прямом смысле этого слова. тайные комнаты и входы в органы управления заброшенные протухшие толчки отличные визуально инструмент который постепенно давит на героя и игрока это любовь всей серии сайлент хилл который посвящены десятки страниц википедии над чем шутят и сами разработки в кино приемом с отвращением пользуются как наказанием которое обесчеловечивает жертву и сводит ее с ума все на него какая мерзость можно было не кидать перевернуть так и двигает многое рассказать о своем хозяине это можно обыграть как шутку критическую точку невозврата в многолетнем сериале драки в туалетах вообще отдельный жанр в котором почему-то очень много громил пробивающих несколько кабинок подряд я нарекаю уже можно назвать громилой тест это это get the uncle тоже не смотрел и через пространство с трудом влезающий в края экрана зажимает нас в угол вместе с героем чтобы дать прочувствовать всю патовость ситуации использовать все что есть под рукой урок из кино номер один побеждает в туалетной драке тот кто первым схватиться за крышку бачка кстати такое часто бывает а еще именно в такой характер а элегантные схватки нам решили представить в свое время нового крейгерского с классическим дулов если в татске офигенный кстати против них превосходит вас по всем параметрам туалет также сможет вам помочь прятки в туалете часто переходят в шутку как джентльмен их удачи заходи дядя еще устаю но еще чаще их используют для нагнетания саспенса с каждой кабинкой сейчас сижу в туалете я слушаю шаги пацаны всякие сущности так и норовят выпусти из туалета на ничего не подозревающих бедняк чудовище вообще любит настигать простого и смертных в самом уязвимом положении когда он срет еще туалеты имеют тенденцию взрываться когда рядом нах это не в кино бывает или персонаж дэнни гловера из смертельного оружия но скажи что мне не хана ему хана то как мы спасли из заминированного толкана даже проверяли в разрушительных легенд действительно сработало унитаз это место куда герои постоянно смывают что-то в панике будь то мука компромат или головы людей смыл голову это вторая часть туалет это место с которым с двух ног подтираешь своего конкурента в начале фильма или восстаешь в конце как самый неожиданный твист что лежал под носом это место где вдалеке от опасности можно сохранить прогресс запастись патронами пушками и успокоиться либо наоборот действительно осознать свое одиночество оставшись демонами в своей голове это место где нет стеснения где рафшан и джамшут гордо демонстрируют три унитаза для призеров олимпиад родители чтобы потом краснеть перед родственниками где рэнги штрафуют за не пристегнутый ремень где поднимаются важные темы типа расовой сегрегации или разрушение личности при дедовщине это откуда появляются вообще непонятные игрушки и реально про скибити был самом начале только в самом конце назвал это чисто из-за того чтобы лету про туалеты поговорить гениально туалет и всего лишь еще один последовательный шаг в тернистом и ухабистом пути унитаза по поп-культуре то ли папа который приравнивали к другим более жестким табуированным темам одними из первых выкарабкались с 1 цензуры они проложили за собой путь для всех тех сценических решений которые так или иначе связаны со сквернословием насилием веществами развратом черным и мерзким юмором а заодно и для остальных порочных проявлений человека а который туалет порочные про нельзя молчать которые нужно пристально рассматривать и над которыми нужно смеяться и плакать даже если это что-то непонятное и отталкивающее Охеренный ролик на самом деле спасибо большое суиндуку но про скибеки туалета здесь реально практически ничего не было в любом случае интересненько было посмотреть раньше было это табуировано да сейчас у нас целые ролики про туалеты делают шикардос гусы поставил если вам понравилась реакция лайк подписка комментарий не забывайте прожимать бубенчики все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока